Споры по громкому делу строительной фирмы Сипстоун и обманутых ею дольщиков в судах города и края до сих пор не утихают. На минувших выходных прошла встреча владельцев квартир многострадального жилого комплекса по улице Копылова. Люди намерены бороться до конца за свои квадратные метры добиваться справедливости. Почему их тяжбы продолжаются уже более пяти лет в нашем следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проще всего выставить на торги, продать, а по сути дела дольщики останутся обманутыми и без квартир. И хотелось бы, чтобы мэрия обратила внимание на этот дом в плане помощи. Напомним, что в 2008 году было возбуждено уголовное дело против строительной компании Заосип Стоун, которая за пять лет присвоила более 370 миллионов рублей дольщиков. С 2003 по 2008 год директор фирмы Шапочкин заключил договора на долевое строительство со 156 дольщиками, причем одни и те же жилплощади, продавал по нескольку раз. На некоторые квартиры приходилось по семь владельцев. За это господин Шапочкин поплатился свободой и теперь отбывает свой срок в колонии общего режима. В приговоре по делу Шапочкина судью Ленинского районного суда граждане были признаны обманутыми, а мошенника обязали возместить материальный ущерб пострадавшим. Однако фирма была объявлена банкротом, а у господина Шапочкина не оказалось денег, чтобы рассчитаться за свой обман. Теперь дольщикам приходится скитаться по бесконечным судам в поисках правды, которую не так просто найти. Ходила к уполномоченному по правам человека, а сам он в этот день не смог меня принять, принимала его юрист меня. И она мне посоветовала, вы идите в общежитие, устроитесь техничкой работать, и вам угол дадут где-нибудь под лестницей. Дай бог, чтобы ей там же тоже под лестницей где-нибудь жить. Сейчас активно обсуждается тема, что дом планируется выставить на торги. В таком случае дольщики получат сущие копейки. Но люди готовы идти до конца и отстоять право достроить дом самостоятельно. Но все не так просто, потому что это очень сложный с юридической точки зрения процесс. Хочется отметить, что при поддержке администрации города были достроены три дома в микрорайоне Покровский и дом на Ботанической, 17. Во всех этих случаях люди сами контролировали процесс строительства, а администрация города помогла оформлять необходимые документы и согласования. В ситуации с домами Шапочкина главная проблема – многомиллионные долги перед дольщиками. Каждая квартира строителя мошенникам была продана в разные руки по нескольку раз. Специалисты уверены, что нужно искать возможность изменения параметров дома, чтобы снизить стоимость достройки. Существует реальный пример, когда дольщики добились справедливости и достроили дом самостоятельно по улице Ботанической.